Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И последние осенние погожие деньки мы решили провести в одном из самых красивых мест нашего города. А заодно рассказать вам о самых интересных событиях минувшей недели. Наконец-то солнышко выглянуло. Надолго ли? Ну знаешь, по крайней мере лучше, чем то, что было всю неделю. Ну да, дожди, конечно, и настроение подпортили, и прогуляться не было возможности. Хотя у многих горожан и желания не было прогуливаться. Все-таки у нас в Рязани проходил фестиваль «Рязанские смотрины», и простите за тавтологию, там было на что посмотреть. На прошлой неделе Рязанский театр «Кукол» посетил сам Лев Николаевич Толстой. Причиной его появления послужил 14-й международный фестиваль театров «Кукол» «Рязанские смотрины». Причем же здесь Лев Николаевич, спросите вы, где великий русский писатель, а где театры «Кукол». Но дело в том, что в этом году фестиваль «Рязанские смотрины» решили посвятить классическим произведениям. Почти 80% фестивальных спектаклей – это классика, классика и для детей, и для взрослых. И поэтому вот в основе это классические произведения, которые переработал театр «Кукол». Это необычно, это изминка этого фестиваля. Вполне естественно, что открыл фестиваль один из главных классиков – Лев Толстой. Точнее, попытался открыть. Но откуда же ему, Льву Николаевичу, знать, как это делается? Так что на помощь пришел художественный руководитель Рязанского театра «Кукол» Валерий Шацкий. Вы изменяете чьих будете? Местный я. Местный, понятно. Писатель? Нет. Пусть? Нет. Критик? Нет. Повеслов. Режиссер? Не Повеслов. Выступление чиновников, парад участников, вручение подарков и поднятие флага – так открылся фестиваль «Рязанские смотрины», посвященный классике. Конечно, это вовсе не значит, что театральные коллективы не имели права выходить за рамки обозначенной темы, ведь некоторые считают театр «Кукол» и классику понятиями практически несовместимыми. Классика в «Кукольном театре» не бывает, там нормальные люди работают. Классики – это которые такие, знаете, с них пыль сыпется, они так ходят. Не, мы не классики, это точно совершенно. Да и понимаете, что такое классика в «Театре кукол»? Я не знаю, слово «классика» какой-то такой вот смурной, я его не очень люблю. Если есть хорошие спектакли, это хорошие спектакли, да? Можно назвать их классическим? Но если он классический, он же старый, он же скучный, это уже ступенька, понимаете? Поэтому к классике в «Театре кукол» отношусь, ну, если она есть, пусть будет, но лучше что-то новое, лучше все время что-то открывать. Но согласитесь, классическое произведение на сцене «Кукольного театра» – это уже нечто новое и необычное. В этот раз зрители смогли увидеть спектакль и наказание нашего Рязанского театра по мотивам произведения Достоевского, и петербургские сновидения по Гоголю, Архангельского областного театра «Кукол», и даже спектакль обломов по Гончарова. Но открылся фестиваль старой доброй сказкой «Терешечка» в исполнении Санкт-Петербургского государственного кукольного театра «Сказки». Зрители уже привыкли, что в современных спектаклях театров «Кукол» главную роль на сцене исполняют не только куклы, но и люди, создавая тем самым второй план повествования. Именно так была построена и сказка «Терешечка». Благодаря такой структуре этот спектакль вызвал интерес не только у детей, но и у взрослых. Режиссер спектакля говорит, что так и было задумано. Я не понимаю, что такое детский спектакль. Просто мы разговариваем таким языком, языком метафоры, языком поэзии, который близок больше детям, потому что они еще не успели стать взрослыми, не успели застегнуться на все пуговицы и поглупить. Вот. Поэтому мы показываем для детей и для взрослых, которые не успели встать по-настоящему. Ну, остались поэтами. Театральное искусство призвано не только развлекать. Герои этого спектакля и смешили детей, и одновременно учили их истинам, которые наверняка пригодятся в жизни. Мы, естественно, говорим о каких-то вещах, но стараемся их говорить в такой форме. Знаете, где он говорит? Не ковыряем нас, но не ковыряем. Ну, сколько можно? Ребенок, ну, будет. Вот. Найти такую форму, чтобы это было незаметно, да, в моменте, в данном спектакле, в шутливой такой форме, но ребенок получал бы какие-то важные вещи, которые помогут ему выставиться уже. Еще один участник фестиваля, с которым познакомилась наша съемочная группа, театр «Северная сцена». Он приехал к нам из Тюменской области, а точнее из города Нового Уренгоя. Его спектакль «Путешествие по временам года» прошел на сцене театра «Переход». Этот небольшой спектакль в традициях домашнего театра построен в виде рассказа. Рассказа папы о том, во что и как он играл в детстве. Это спектакль для детей, для того, чтобы они узнали о своих родителях, о том, как вот они были маленькими, потому что здесь достаются такие, ну, их можно назвать раритетными игрушки из нашего советского детства, вот, в которые сейчас дети не играют. Например, «Железная дорога пика». Для мальчиков она была знаковая тогда, как вот сейчас какой-то айпот, айпад. Вот. Словом, папа обнаружил свои старые игрушки, скажем так, вещи, предметы, даже не только игрушки, и рассказывает о них своему сыну. На сегодняшний день фестиваль уже закончил свою работу, но все его участники и зрители уже ждут следующих «Рязанских сматрин», ведь этот фестиваль считают одним из лучших в России. «Рязанский сматрин» – лучший фестиваль в России. Без дураков, потому что здесь очень хорошая атмосфера, обычно бывает. Бывают очень интересные театры, и что самое главное, в «Рязанских сматринах» обычно фестивали такие. Вот приехал, показался и уехал, других не увидел. Вот такой челнок идет, в театр ездит. Это не фестиваль, это как бы, ну, вот, чтобы показаться. А здесь мы можем посмотреть друг в друга, можем поболтать, обсудить, что-то подурачиться. Знаете, это собирается такая компания людей, и это очень здорово. Чем этот фестиваль очень хорош? Именно вот своей атмосферой и своим отношением к тому, что происходит на сцене. Однако «Рязанские сматрины» созданы не только для того, чтобы знакомить театральную общественность и зрителей с тем, что нового происходит в кукольных театрах, но и для того, чтобы через это искусство возвышать человеческую душу и посредством него обращать наши взоры внутрь себя. Вообще, участникам фестиваля очень повезло. Повезло, потому что он проходил в помещениях, иначе пришлось бы им мокнуть под дождем. Ты знаешь, людям заинтересованным плохая погода не помеха. В этом я убедилась, побывав на выставке ретро-автомобилей. Ведь, несмотря на дождь, холод, вообще плохую погоду, люди все равно подходили на эту выставку и с удовольствием знакомились с чудесами автомобильной техники прошлого века. Оказывается, чтобы вызвать настоящий неподдельный интерес, должно пройти не одно десятилетие с момента выпуска той или иной марки автомобиля. Новенькие суперсовременные машины интересуют нас скорее как показатель благосостояния. А вот ретро-автомобиль прежде всего интересен своей историей, своей необычностью. Современные BMW можно увидеть в любом городе, на любой автостраде. А вот BMW 321 49-го года выпуска. Согласитесь, на сегодняшний день большая редкость. На выставке ретро-автомобилей, которые проходят в нашем городе уже в третий раз, эта красавица представлена в двух экземплярах. Вот эта вот машина – это яркий представитель репликаров или кастомов. Что это значит? Машина – модель выпуска 49-го года. Но на самом деле с 49-го года только кузов. А начинка вся современная. В данном случае стоит начинка от «Волги» ГАЗ-24. Эту машину Виталий Касьян собирал сам, собственными руками. Она не раз принимала участие в различных конкурсах и даже занимала призовые места. Но самое главное не кубки и медали, а реакция людей на этот автомобиль. Она ценна тем, что вызывает у людей улыбку. Вот где бы, куда бы мы ни приехали, где бы я ни был, эта машина радует людей своим внешним видом, своей красотой. А эта «Ауди Квадро» принимала участие в международном историческом ралли «Москва-Монте-Карло» и пришла к финишу первой. Мы ехали с Васильского спуска, с Красной площадью и до самой Франции, до «Монте-Карло» через все города. Через Германию много городов проезжали. И она вот доехала без единой поломки до Франции. Три с половиной тысячи километров. Антон купил эту машину в Ростове и почти два года ее восстанавливал. А вот Валерий Москвитин автомобиль «Виллис», выпускавшийся с 1941 по 1945 год, от первого и до последнего винтика сделал собственными руками. Я все время хотел такую машину, а нигде нету, потому что их все уже порезали на металлом, свезли. Ну и пришлось по чертежам, по техническим музеям в Москву, про чертежи. Валерий Иванович хочет, чтобы молодежь посредством подобных выставок познакомилась с техникой, которой пользовались наши деды и прадеды. И задумалась, как в военные годы они ездили на таких вот автомобилях, без окон, в 30-ти градусный мороз. Может быть, и не все посетители столь глубоко задумывались о высоких целях этой выставки. Но интерес это мероприятие, несомненно, вызвал. Выставка очень понравилась. Очень понравилась «Волга» и «БМВ». Я в восторге. Покупать, конечно, вряд ли я стану себе ретро-автомобиль. Хватит моего, но посмотреть всегда рада на такие мероприятия. А, на мой взгляд, самое интересное – это два запорожца, потому что они самые яркие на этой выставке. Все без исключения машины на этой выставке – неотъемлемая часть нашей истории. А подобные мероприятия, по мнению рязанцев, делают жизнь нашего города яркой и разнообразной. Чем больше интересных мероприятий в нашем городе, на мой взгляд, тем лучше. Не важно, что за автомобилем или еще с чем-то. Было бы куда сходить. Вот, Марин, сколько мы с тобой уже сюжетов снимали о восточных танцах, о танце живота. Но, оказывается, тема-то себя еще не исчерпала. Более того, это направление продолжает активно развиваться даже в рамках нашего города. Скажем, в минувшие выходные прошли соревнования всероссийского уровня. Бали-данс, танец живота, восточный танец, ракс-шарки, как только его не называют. Магический и загадочный, он продолжает будоражить воображение мужчин и неизменно через века становится любимым занятием тысяч женщин. Искусство восточного танца продолжают постигать девочки, девушки, женщины. И новые танцевальные направления, становясь мейнстримом, все же не вытесняют пластичного и женственного волшебства восточного танца. Популярность восточного танца в плане фитнес-тренировок, когда я пришла для того, чтобы просто приятно провести время, наверное, падает. Но, если мы занимаемся настоящим подлинным восточным танцем, а не поверхностным танцем, то это не бывает популярным или не популярным. Это высокое искусство, очень глубокое, которое надо постигать очень много лет. В Рязани не так часто проводятся фестивали и чемпионаты для танцовщиц бэлли-данс, а соревнования всероссийского уровня и вовсе прошли впервые. Но удались на пять баллов. Клига профессионалов – это одна из, не одна, а, наверное, самая авторитетная организация в мире восточного танца в России и, в общем-то, во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсы отличаются, во-первых, своей доброй атмосферой. Организаторам, даже если не хотят, им приходится очень стараться все сделать как-то настолько хорошо, насколько это возможно, потому что такова политика организации. Первый открытый рейтинговый чемпионат Рязанской области по версии Лиги профессионалов восточного танца оценивали звезды мирового масштаба. Президент Лиги профессионалов – судья международной категории Елена Ромазанова. Судья всероссийской категории Лиги – Елена Ворошилова. Судья региональной категории Лиги – Майя Сабитова. Достойное место в судейской команде заняла рязанская танцовщица Диана Мхитарян. С ней наши телезрители хорошо знакомы, а с недавних пор ее знают еще и в Украине. Диана – участница знаменитого шоу «Танцуют все». Мастер-классы от судей, показательные выступления лучших участников и, конечно же, приятно-волнительная атмосфера конкурса – все это ожидало и участницы, зрителей чемпионата. Несмотря на то, что эти соревнования стали дебютными в нашем городе, в них приняли участие девушки из других городов. Интересная, красивая постановка. У нас разведен очень интересный танец на семь человек. Мы постараемся его станцевать как следует. Задумки как таковой нет. Мы просто покажем, что мы умеем делать, какой у нас сплоченный, дружный, красивый коллектив. И постараемся, чтобы судьи нам поставили очень хорошие оценки. И действительно, все участницы оказались достойными соперницами друг для друга. Скажем, рязанские девчонки удивили зрителей фантастическими костюмами и прекрасным танцем. Проект совместный, все вместе придумывали, шили долго, шили. Особенно у нас такие дизайнерские маски нам изготовила одна из наших участниц, Елена. Занималась ими, вот, такие вот красивые у нас маски. Всю ручная работа. По окончании фестиваля довольны остались все участницы. Потому что, хотя программа и была конкурсной, танец объединил абсолютно всех в одну большую команду. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в калейдоскопе новых интересных событий ровно через неделю. До встречи! Эксклюзивно, только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова